Всем привет! Я сегодня сделал сборку Linux Minson Mono для 32 битных машин, скажем так, для слабенького и старенького железа, но тем не менее он довольно таки шустро шевелится. Вот можно посмотреть как идет загрузка. Во-первых, меню сделано на входы на английском языке, а так все остальное в систембаке на русском. Ну вот такая симпатяшечка на входе. Значит имя пользователя и пароль у меня везде одинаковые. User в английской раскладке. Набираем два раза user и попадаем в систему. То есть вот так вот будет все это дело выглядеть, значит когда вы будете крутить на своей виртуальной машинке все это дело. Здесь вот сразу посмотрите циферка и 686. Вот или 686 или 586 это обозначает что сборка для 32 битных машин, то есть для старенького слабенького железа. Вот практически и все. Вот откуда была сделана эта копия этой сборочки. Все программки работают, все подогнано, значит шевелится хорошо. Вот она выглядит вот так вот вживую. Тут значит все самые последние, как говорится, нововведения сделаны. Хорошая программа для просмотра телевизионных каналов. Много очень каналов на русском языке. Так что сможете всегда посмотреть, найти что вас интересует. Значит ну естественно значит системный монитор и терминал рядышком. Систембак и программа QT4FS-архивер обязательно, значит это ваша безопасность. О программах этих посмотрите на моем сайте. Вон тут вик, загрузчики, настройщики, меню загрузки. Мы с парой ходим парой ходим парой. Ну вот сама значит эта виртуальная коробочка. Вот я сейчас ее закрою. Значит три значит пакета или три программы для установки различных программ. Менеджер программ, значит это вообще почти что полностью там на русском языке. Тут можно по категориям искать все это дело. Значит и плюс значит менеджер пакетов синаптик. Тоже хорошая программа для установки самых разных пакетов. Ну и здесь самое необходимое. Значит следует отметить особенность 32 битных сборок. Google прекратил выпуск Google Chrome Browser для 32 битных сборок. Поэтому значит пользоваться вам придется только Firefox. На Firefox значит вам нужно будет поставить самый необходимый там плагин и так далее. И практически вы можете им нормально пользоваться. Значит ну сюда я вот взял поставил значит блокиратор там рекламы. Поставил значит ссылочку на свой сайт. Всегда сможете попасть на сайт. Всегда сможете скачать самую свежую версию файлика Cherry 3. Нажали, пошли. Вот он называется вот так вот. Команда видео без черточек. Вот. И скачали его. Он качается он очень быстро там 13 мегабайт в лед. Значит ну нажали там сохранить и потом подключаете его и пользуетесь. Своё удовольствие. Значит можно просто зайти на кладовочку на мега и в ней как говорится порыться. У меня значит имеется значит вот здесь вот сборки. Это дебяновский. Кстати вот есть 32 битная, есть 64 битная. От Linux Mint значит ну значит вот Cinnamon Mate XFace 64 битную. И вот эту сборку я буду сегодня закачивать 32 битную сборочку, о которой мы сейчас и говорим. И которая там часа через 4 или через 5, ну или по крайней мере завтра уже появится по этому адресу. Можете потом взять скачать ее. Полностью я обновил сегодня сборочку значит 64 битную, но очень шуструю Linux Lite. В ней практически тот же список программ, что и здесь. То есть я как-то так это со временем появляется скажем вкус, опыт и я стараюсь ставить наборы программ, которые пользователи любят. Любят. Вот. Ну эту сборочку я давно не обновлял. Как-нибудь руки дойдут значит обновлю. Вот таким вот образом. Поэтому значит можете взять ее, протестировать. Ну так скажу, что но лично у меня она работает шустренько. Вот. Если у вас там какие-то будут там проблемы, ну пишите в комментариях. Посмотрим, разберемся. Ну по крайней мере вот я вам показал, что у меня и на виртуалке она пишется нормально и устанавливается на флешку нормально. Просто обычным файловым менеджером берется, как говорится, ставится на флешку и все нормально, все пишется хорошо. Так что могу вам это дело порекомендовать. Ну и сейчас пару слов расскажу значит о 64-битной сборке Linux Lite. Она небольшая. Значит 1,9 гигабайтов всего лишь. Но в ней практически присутствует весь тот же набор программ. И она соответствует всем тем критериям, которые я предъявляю к своим сборкам. А сейчас ее посмотрим. Ну вот так вот выглядит обновленная. Я сегодня обновлял эту сборочку. Добавил туда значит телевидение. Добавил туда еще программку FS-архиватор. Очень хорошая программка. Увеличивает надежность, как говорится, в разы. Ну и там по мелочам. Значит мне нравится вот у X-Face. У них очень хорошая панелька. Посмотрите. Параметры панели. Вот если я на значок открепить панель уберу и допустим сделаю ее например вертикальной. Ну вот я смогу ее практически в любое место задвинуть к себе, куда мне нравится. Раз. Если сделаю значит горизонтальной. Так. Вот. Опять-таки могу в любое место, как говорится, ее расположить, где мне только понравится. Если мне надо будет ее закрепить, вот так вот могу сделать и все. Панель закреплена. Все нормально, как говорится. И вы можете наслаждаться операционной системой. Все программы. Самые необходимые. Значит установлены, настроены, протестированы. Сейчас вот появилось, говорите, очень хорошее приложение. Называется слайд-шоу. Показ слайдов. То есть зашел кто-нибудь в комнату, вы не желаете показывать содержимое своего рабочего стола кому-нибудь. Ну взяли, включили и пусть человек смотрит слайды, скажем так, на вашем экране. Вот в таком плане. Тоже хорошая, нормальная сборочка. Ну и на днях я сделаю ее еще и для 32-битных машин. Потому что Linux Lite на удивление тоже хорошо себя зарекомендовал у пользователей. И там, где X-Face даже работал нестабильно, а вот Lite, многие пользователи так и говорят, что вроде бы тот же рабочий стол X-Face, но вот Lite, он почему-то работает, скажем так, получше. В чем дело, не знаю. В любой момент, значит, кликнули мышкой по экрану и, значит, слайд-шоу прекратилось. Хорошая такая, нормальная, красивая сборочка. Вот. Фон поменять здесь можно очень просто. Вот рабочий стол, допустим, берете. Тут мне еще вот один фон нравится тоже, ну, на любителей, конечно, ну, вот такой вот тоже неплохой. Цвет так называемого золота, желтенькая такая вот, симпатичная тоже заставочка. Ну, вы берете сами в любой момент. Так что вот есть чем вас, как говорится, порадовать. Значит, просто-напросто зайдете, значит, на Мегу и на Меге, значит, пожалуйста, всегда, значит, сможете порыться там у меня в кладовочке и скачать, значит, там то, что вам нравится. Ну, заведете только в поисковой строке, там, linux-романов.info и попадете на мой сайт. А на моем сайте уже, как говорится, пожалуйста, все это дело будете делать. Но сборки, поймите, делаются, скажем так, как образцы того, значит, как различные авторы их настраивают под свои нужды. Но никто вас не заставляет, допустим, принимать это как заданное и неизменяемое. Берите курочки, как хотите. И за образ вы скачали, а тут можете, как говорится, и в хвост, и в гриву сборочку, как говорится, тестировать, как вашей душеньке, как говорится, будет угодно. Вот, что-то убирайте, что вам не нужно, что-то добавляйте, что вам нужно, проверяйте, там, тестируйте. Ради бога. Просто вам показывается, значит, один из вариантов, которым лично я, допустим, пользуюсь. У меня есть свои критерии при настройке, там, различных, там, систем. Список программ, которые я хотел бы видеть у себя, которыми я часто пользуюсь. А они все у меня на Linux все присутствуют, поэтому мне, в принципе, не нужны там другие операционные системы. Хотя я и от них тоже не чураюсь. Ну, ладно, я желаю вам всего самого лучшего, успехов, удачи и до новых встреч.